Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Аллилуйя! Это прекрасный день. В этот день родился наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Это записано в Луке, вторая глава, в одиннадцатом стихе. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. Этот праздник празднует по всему миру. И обычно люди ждут чего-то особенного. Они в этот праздник собираются вместе. Дарят подарки друг другу. И ожидают какого-то чуда именно в этот день. Но мы, братья и сёстры, мы знаем, с какой целью пришёл наш Господь Иисус Христос на эту землю. Он пришёл спасти нас. И сегодня это отличный день, чтобы подумать об этом. И сегодня это самый лучший день, чтобы мы думать об этом. И также отличный повод для нас, братья и сёстры, чтобы мы прославили нашего Господа и Бога. И Господь Иисус Христос на эту землю пришёл на эту землю. Мы должны говорить всем об этом, делиться об этом и благодарить за это. Давайте встанем и помолимся. Господь, слава и хвала Тебя. Мы благодарим Тебя за дневошний день. За это Рождество, Господь. Ты родился сегодня. Ты нёс нам спасение. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя за всех, кто пришёл сегодня. Благослови всех. Касайся каждого. Изменяй их сердца. Мы благодарим Тебя. Благослови весь ход служения. Будь с нами, Господь. Но мы за всё благодарим. Великий чунный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, сегодня великий, чудный день для всех нас, для всех людей, живущих на земле. Просто кто-то ещё пока этого не знает. Господь, Иисус, пришёл на эту землю. Пришёл, чтобы спасти каждого из нас. Чтобы пострадать за каждого из нас. Чтобы нам открыть путь в вечную жизнь. Будем славить Его. Будем благословлять Его. Будем радоваться о Нём. И будем прославлять этот великий чудный праздник. Этот великий день, когда Спаситель пришёл на эту землю. Аллилуйя. Прославься, Бог Святой, Величий и славы Своей. Не доби нам, чудный Бог, Всю силу и власть, Чтобы снизить твоей. Открой, великий Бог, Отверстия небесные на нас. Чтобы Дух Твой Святой Переполвил сердца. Чтобы Иисус нашим слава Как река потекла. Будем славить. Мы скором небесным Бога Живого Будем славить. В едином течении Духа Святого Будем славить. Мы скором небесным Бога Живого Будем славить. В едином течении Духа Святого. Звонятся пред Тобой все царства небесы и земли, През святостью Твоей не смогут стоять. Удержаться они в могуществе Твоем, Являешь нам силу любви. Теперь среди нас пребываешь от зари до зари, И сердец в нашем строишь чудный замок любви. Будем славить! Мы скоро в небесы Бога живого будем славить! В едином течении Духа Святого будем славить! Мы скоро в небесы Бога живого будем славить! В едином течении Духа Святого! Прославься, Бог Святой, Величие славы Своей! Яви нам чудный Бог всю силу и власть! Что в леснице Твоей открой, великий Бог, Отвестия небесные на нас! Чтобы Дух Святой переполнил сердца, Чтобы Иисус в наших славах от река потекла! Будем славить! Мы скоро в небесы Бога живого будем славить! В едином течении Духа Святого будем славить! Мы скоро в небесы Бога живого будем славить! В едином течении Духа Святого! Аллилуйя, Господь! Хвала Тебе! Слава Тебе! В тот день, когда Ты родился, наш любимый Господь Иисус Христос! На небе пели ангелы! Целый хор ангелов пел хвалу Тебе! Пел о том, что мы спасены Тебе! Что пришло спасение грешным людям! И мы благодарим Тебя! И мы вместе с ангелами будем петь Тебе! Будем восхвалять Твое чудное имя, Господь! Потому что Ты один достой Всей хвалы и славы! Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму! Добро пожаловать в Диму! Добро пожаловать в Диму! Добро пожаловать в Диму! Альб bargain... царям... Альтария... Слава Тебе наш Господь! Слава Тебе честь и хвала наш царь наш Господь Иисус Христос Мы славим Тебя на этом месте, Господь поклоняемся Тебе и поем для Тебя, Господь Пусть Твое имя сейчас прославляется в наших сердцах. Всегда, Господь, и навечно. Благодарим Тебя за все. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Детки на сцену пускай проходят Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Присаживайтесь, братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Хотел бы присоединиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, сегодня Это самые важные слова Не только для нас, как верующих людей Но и для всего человечества Потому что однажды Много лет тому назад Родился младенец Не только для нас Но и для всего мира Для того, чтобы спасти каждого Кто придет к нему Слава и хвала им И действительно Это самый замечательный праздник Благодарение Богу Вы знаете Обычно в это время С этой кафедрой На протяжении многих лет Вы слышали о пожертвовании А десятилет Но сегодня особенный день Я не буду сегодня читать местописания Вы все их прекрасно знаете Я просто хотел бы сделать небольшой призыв Вы знаете Мы сегодня находимся В непростом времени Мы прожили 2021 год Он был нелегким годом Но поверьте Было много хорошего И в этом году И я верю в то, что те люди Которые сегодня сидят здесь Не остались без плода в этом году Потому что Господь Иисус Позаботился о том Позаботился о том Чтобы у каждого из нас Была крыша над головой Чтобы у каждого из нас На каждый день Была пища Поверьте Это Он Он давал нам все это На протяжении всего этого времени Он посылал Как написано в слове Божьем До раннего и позднего Для того чтобы мы имели возможность Собрать определенные плоды И сегодня я вижу здесь Замечательно красивых людей Благословленных Богом людей Хранимых Богом людей В течение всего этого года С этой кафедры Вы неоднократно слышали Свидетельство людей Свидетельство о великих И чудных делах Божьих И несмотря на то, что происходит Сегодня в этом мире Бог не перестал творить чудеса И если мы будем сегодня держаться за Господом Если мы будем оставаться ему верны Самые тяжелые времена Самые трудные моменты нашей жизни Мы будем видеть движение руки Божьей в нашей жизни Бог не оскудел На благословение Он не оскудел Он творец неба и земли Все принадлежит ему И если мы со своей стороны Будем верны ему и будем следовать за Ним Бог не останется никому душником Бог благословит и воздаст каждому из нас И призыв мой состоит в том сегодня В том, чтобы каждый из нас Принял участие в Божьем деле Вот нас сегодня здесь Ну максимум человек 70-80 Может быть чуть больше Еще внизу есть люди Которые не поместили сюда Но поверьте, за пределами этих стен Есть огромное количество людей Страждущих людей Нуждающихся сегодня в Спасителе Господе нашим Иисусе Христе И задача каждого из нас сегодня Сделать все, что зависит от нас Чтобы у них произошла встреча с Иисусом Чтобы они имели то, что имеем сегодня мы И призыв мой в том, братья и сестры Что у нас не всегда может быть получается сделать это самим Но есть люди, которые посвящены для этого дела Которые трудятся на Ниве Божьей И вы знаете, мы можем их поддержать сегодня Мы можем помочь им В их труде, в их служении Поддержать их финансами И я призываю каждого из нас сегодня Пожертвовать вас, слава Господа Для того, чтобы люди, которые сегодня не знают о Христе Смогли услышать о Нем Чтобы можно было направлять миссионеров в разные регионы нашей страны Для того, чтобы дело Божье не останавливалось Для того, чтобы оно двигалось вперед И я верю, что Господь воздаст каждому из нас Я верю, что Господь воздаст каждому из нас Слава Господа! Если кто-то это захочет сделать, может быть кто-то впервые здесь находится При входе в этот зал Стоит небольшой ящик Ящик для приношения Для пожертвования Я верю, что Господь воздаст каждому из нас Это просто информационное Такое слово Слава Господу! Пусть Бог благословит Еще раз хотел бы поздравить всех вас Пусть Бог обильно обильно благословит каждого из нас Аминь! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Потому что я стою на этом месте Знаете, я сейчас переживаю особенные моменты Потому что я вспоминаю те времена, когда я здесь служил С братьями и сестрами Места общались, вместе служили И они сидят здесь в этом зале Я благодарю Господа за них Я никогда не забывал те моменты в моей жизни И основа здесь На этом месте Прошло больше 20 лет Я вас вижу очень радость Но повод моей радости не в том, что я вас вижу Радость в том, что здесь Господь Иисус Христос Аллилуйя! Сегодня благословенный день Сегодня чудесный день Потому что сегодня встреча с нашим Господом И Иисусом Христом Что такое вообще праздник? Для многих людей праздник это есть, пить И провести хорошее время перед телевизором Со своими друзьями и родственниками Но на самом деле праздник Это встреча с Господом Иисусом Христом Вообще само слово праздник означает Встреча Назначенная самим Господом Творцом неба и земли Аллилуйя Он приглашает все человечество На эту встречу с тобою И поверьте Тот, кто встречается с Господом Он меняется Потому что Господь меняет его Слава Иисусу В этот день Что нам нужно делать? Радоваться Не только сегодня надо радоваться Каждый день это день радости Аллилуйя Это радость внутри нас Это праздник внутри нас И никто его не может отменить У нас забрать Если мы сами не отдадим Не отдавайте эту радость никому Делитесь с Иисусом Делитесь с другими людьми Большиня людям Иисусу 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 Псалом 31-11 Веселитесь, О Господи И радуйтесь праведные Таржистуйте Все правые сердцем Псалом 32-й, первый стих. Радуйтесь праведный Господи. Правым прилично словословить. Псалом 67-й, первый стих. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующих на небесах имя Ему Господь и радуйтесь перед лицом Его. Аминь. Раби мертвей, Он уйдет, 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 он уйдет. Аллилуйя. Видите, что говорит Священебесание? Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Семьтесь. Потому что это радость, о Господи. Очень хорошие христиане умеют плакать, к сожалению, многие. Они все время жалуются на что-то. Чем-то недоволен своей жизнью. То погода им не нравится, то на работе проблемы, то в семье какие-то трудности. Дети не хорошие, родители не хорошие, вообще страна не хорошая. Они чем-то недовольны. Но давайте нам учиться радоваться. Мы же дети Божьи. Уметь радоваться в Господе. Аллилуйя. И вот Павел пишет в послании Филиппинцам 4 главе, 4 стихе. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Аллилуйя. Филипп 4, 4 стихе. Такие слова написали. Радость не забудит от нашего настроения, от нашей жизни. Она пришла с Господом. Иисус Христос есть радость наша. Иисус Христос есть радость наша. Наша любовь. И Он сделал нас великое, которое никто не мог сделать. Он родился. Он не просто родился. Он родился и вырос, и пошел на крест. Умереть за каждого человека. И в третий день воскреснуть. И вознесся на небеса, чтобы ждать своих. Это будет великая встреча. Аллилуйя. И Он скоро грядет. За теми, кто Его ожидает. За теми, кто Его каждый день встречает. Аллилуйя. И вот в Писании. 1 Тимопей 3 глава. В 16 стихе мы читаем. 1 Тимопей 3 глава. 16 стих. И без прикола словно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Аправдал тебя в дуке. Показал тебя ангелам. Проповеден в народах. Принит веру в мире. Вознесся во славе. Вы представляете, Бог пришел, как человек на землю. Он ходил по земле. Его благословенные многие. Посетили человечество. Его святые руки открылись. И опять все человечество, его любящие глаза увидели боль, страдания, мучения души человеческой и его святые усты открылись и сказали, я люблю тебя, я люблю тебя. Иисус Христос, этот Бог, который пришел по плоти на эту землю, он ходил по этой земле, он исцелал больных, он освобождал одержимых, он восхищал из мертвых, он учил, он кормил, он благословлял и этим он показывал. Иисус Христос, когда мы говорим, что он Бог в плоти, это любовь пришла в плоти. Мы не знали, что такое любовь, у нас была своя любовь, мы сами себя любили, но Иисус показал, как любить людей. Иисус Христос, это радость, Он пришел во плоти и показал, как нам нужно радоваться и в чем должна быть наша радость. Иисус Христос съест свет этому миру, потому что мир во тьме, и Он сказал, я свет, и Он включил этот свет божественный в сердцах и в душах человеческих, и показал, что есть свет и что есть тьма. Аллилуйя! Иисус Христос есть жизнь, жизнь пришла во плоти и дала нам жизнь, потому что у нас не было жизни, и дала нам надежду и гарантию для вечности. Вы представляете, кто в нас живет сейчас? В нас живет живой Бог. В нас живет радость Господня. В нас царствует божественная жизнь. И смерть могла победить. Потому что Христос воскресе победил. Слава и хвала Ему. Аллилуйя! Бог нас создал такими, что мы не можем жить без Него. Мы не можем находиться без Него. Но Адам решил, что он может жить без Бога. Он сказал, что я Бог своей жизни. Мне Бог не нужен. Я решаю, что хорошо, что плохо. Я лучше знаю, как мне жить хорошо. По каким принципам жить. И для чего жить. И мы в Адаме тоже так жили. Жили для себя. Строили свои планы. Строили свою жизнь. И мы не знали Бога живого. Это значит, на что похоже. Человек спрыгнул со скалы прямо вниз. И он оказался прямо на дне. Не было надежды подняться. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос тоже прыгнул со скалы на эту муну. Бог опустился на землю. Стал как человек. Чтобы взять это человечество. И поднять на эту скалу. Скала, это жизнь с Богом. Это встреча с Богом. Это общение с Богом. Бог явился во плоти. Был проповедован во всех народах. Аллилуйя. Оправдан себя в духе. Он не просто был человеком. Он был Богом во плоти. Аллилуйя. Слава Иисусу. Как могут люди узнать. Несколько человек в плоти. В нас. Значит, в одну деревню пришли миссионеры. Рассказать об Иисусе Христе. И жители деревне сказали. Нам не нужно рассказывать о Христе. Он с нами здесь живет. Он с нами живет в деревне. Мы живем в нем. Как это может быть? Он же умер в воскресе. Он на небесах. Он с нами живет в деревне. Пойдемте покажем. Они пришли в один дом. И там же один верующий Иисус Христ. И они сказали, вот Иисус Христос. Мы в нем видим Бога живого. Аллилуйя. Пусть люди скажут нам. В тебе кто-то живет. Что-то в тебе есть такое непонятное. Что мне влечет к тебе. Мне влечет к тебе. Что-то я хочу с тобой больше общаться. Знаете, ко мне приходил один человек. Он неверующий. Он хороший мастер. И знает, что он мне всегда говорил. Я почему-то хочу с тобой побольше общаться. Я сказал, знаешь что? Тебе нужно общаться с Богом живым. А где он? Я решил говорить о Махисте. Который родился для него. Который умер за него. Который воскрес для него. И мы читали вместе с Священописанием. И он говорил. Каждый раз, когда я хожу из этого места, Я проживаю с Священописанием. Я сказал, это не я. Это Бог живой. Аллилуйя. Евангелие от Матвея. Первая глава. 18 стиха мы читаем. Это место все знаете, наверное. Евангелие от Матвея. Первая глава. 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его, Марии с Иосифом, Прежде нежели сочетались они, Оказалось, что она имеет во чрево Духа Святого. Иосиф же муж ее будущих праведен. И не желал огласить ее. Хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, Все ангел Господень явился ему во сне. И сказал, Иосиф, сын Давидов, Не бойся принять Марию, жену твою. Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Разид же сына, наличущему имя Иисус. Ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло. Да сбудется, реченное Господом через пророка, Который говорил, Сей дева во чреве перемеет и родит сына, И наликует имя ему Эммануил, Что значит с нами Бог. В слав отца на Иосиф, Поступил, как повелел ему ангел Господень, И принял жену свою. И не знал ее. Как наконец-то на родила сына своего первенца Иоанна Рукьем и имя Иисус. 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 Порочество, что дева родит сына, И нарекует имя Эммануил. Почему же он Иисус? А почему же нарекли его Эммануил? Почему это означает, что Эммануэл означает, что Бог с нами? Что это означает? Люди, которые не знали Бога, которые слышали о Нем. Это Бог стал доступен для каждого человека. Когда мы слышим, что Бог любит меня, это простой знание нас не меняет. Но когда Бог входит в наши сердца, тогда мы переживаем эту любовь. И мы можем сказать, что Бог любит меня и я люблю Его. Можно знать о Иисусе много чего. Друзья мои, можно ходить в церковь, молиться. Священни писание читать, но не знать Его лично. Но не любить Его. Знать Его лично. Бог с нами. Это означает, что Бог с нами, не снаружи. Бог с нами внутри нас. Он с нами внутри нас. Он нам дает желание служить Ему. Жить для Него. Он и в Канни Галилейский. И в Канни Галилейский. Иисус пришел на свадьбу. И там были шесть камниных водоносов. И там были шесть водоносов. И там были шесть водоносов. И там произошло чудо. Помните это? Когда они несли это в воду, они еще не знали, что там Иисус. Это знал Иисус Христос. И когда они начали пить, они сказали, что это хорошее вино. Друзья мои, это духовный прообраз того. Иисус есть живая вода. И Иисус сказал, тот, кто примет Меня, будет пить Мою воду, он станет источником живой воды текущей вечной жизни. И эта вода станет вином. Вода не имеет такую силу, как вино. Писание говорит, что вино веселит сердце. Но мы знаем, что для нас вино это Иисус Христос внутри нас. Аллилуйя. Он дает нам радость. Он дает нам жизнь. Пусть вода внутри нас станет вином. Пусть Бог, который с нами, внутри нас станет с нами. Эммануэлем Богом с нами. Иисус означает Господь спасение. Это наиболее означает Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Когда Адам сказал, что я Бог своей жизни. У меня есть Мое Я. И Бог говорит, ты потеряешь Своё Я. И ты найдёшь Своё Истинное Я. И ты найдёшь Своё Истинное Я. Я Твоё Истинное Я, говорит Иисус Христос. Я есть, говорит Христос. Я есть свет. Я есть жизнь. Я есть пусть. Я есть истина. Я есть радость. Я есть любовь. Я есть твоя жизнь. Иисус говорит, я есть твоя гарантия. Я есть твоя защита. Я есть твоя сила. Я твой настоящий Я. И Своё Истинное Я. И Павел сказал, помните, он был, кем он был? Он был гонитерин. Вы помните, Павел как он был? Он был христиан. Он был христиан. И мне было живой Бог. Иисус Христос. И он сказал, зачем ты меня донишь? Павел сказал, я не понимаю. Иисус хотел сказать, я живу в них. Я Бог, пришедший во плоти. Кто гонит моих последователей, гонит меня. И это изменило жизнь этого человека. Он стал благословенным апостолом. Аллилуйя. И написал 14 посланий в Новом Завете. И он сказал, по благодати Божией я есть то, что я есть им. Он хотел сказать, что не я живу. Христос живет во мне. Аллилуйя. Радость живет во мне. Любовь живет во мне. Свет живет во мне. Бог включил свой свет. Аллилуйя. Что вас видит все человечество. Пойми, куда ты идешь. Туда приходит Иисус Христос с тобою. Куда ты идешь. Туда приходит Божья любовь. Божий свет. Божья жизнь. Она касается людей. Она касается людей. Она касается людей. Она касается людей. Люди исцеляют и освобождаются. Приобретают вечную жизнь. Аллилуйя. Ты сосуд, который носишь внутри себя живого Бога. Ты носишь живую воду, которая становится вином для других людей. Чтобы они пили и говорили. Какое хорошее вино. Какое хорошее вино. Какое хорошее Иисус. Это истинная радость. Это истинная любовь. Аллилуйя. Великий Господь. Вот почему родился Иисус Христос. Он не остался в яслиях. Он вырос и умер на кресте. Иисус Христос. Он родился, чтобы умереть за тебя. За всю человеческую жизнь. Чтобы люди познают Бога. Прошедшего в плоти. Чтобы люди познают Истинную любовь. Радость Божья. Иисус Христос. Много не говори. Но покажи Иисуса для людей. Будь светом и надеждой. В тебе живет тот, кто больше того в этом мире. Аллилуйя. Иисус живой. Значит живет любовь Божья внутри нас. Значит нас живет Радость Господня. В нас жизнь Божья. Пусть она текет. Пусть она текет. Пусть она текет. Наполняет души, которые скорбят и нуждаются. Что с ученым. Пусть она текет. Что с ученым. Читая. Пусть она текает. Мы были христианами, и в том числе я о себе говорю, что мы были такими христианами, которые были такими, такими, какими Бог хочет нас видеть. Христос родился, родилась любовь Божия. Христос родился, родилась жизнь Божия внутри тебя. Христос родился. Свет Божий включился внутри тебя. Христос родился. Радость пришла. Радуйтесь праведным. Всегда о Господе. И в конце хочу сказать одно маленькое свидетельство. Один человек всегда говорит другому. Верующий говорит другому. Почему ты всегда такой радостный? Всего радуешься, веселишься. У тебя проблемы нету. О, у меня сколько проблем. Очень много проблем. Но радость в Господе преодолевает все мои проблемы. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Будьте благословенны. Аминь. Слава нашему Господу. Благодарение Богу за это прекрасное время, которое Господь подарил нам. И сегодня на самом деле великий праздник. Родился Спаситель. Родился тот, кто подарил нам жизнь вечную. Это на самом деле великое таинство. Это, знаете, Бог подарил нам эту жизнь через Божьего Сына. Слава Господу. Знаете, до конца мы не можем понять, что Христос сделал для вас. Мы много проповедуем, говорим об этом. Но апостол Павел говорит, что тайна, которая была сокрыта от всего человечества, она стала открытой. И Бог открыл эту тайну. И эта тайна заключается в том, что Бог явился во плоти. Бог пришел как человек. Он пришел в такой же плоти, как и у меня. Смотрите, насколько Бог уничижился. Он принял эту плоть для того, чтобы стать таким же, как и мы. Чтобы прийти и заплатить самую дорогую цену. И эта цена была жизнь. Но для того, чтобы мы имели с вами жизнь. Божий Сын должен был умереть. И Он должен был умереть на этом кресте. И знаете, мы часто читаем эти истории. Нам кажется, что тот Христос пошел на крест и умер. Вы, наверное, знаете, что многие люди, которые пытаются изобразить распятие Христа. Они заходят на крест и даже прибивают к Христу. И они хотят пережить то, что пережил Христос. Но я считаю это безумие. Ни один человек не может пережить то, что пережил Божий Сын. То, что человек может пережить физически, это только мизер того, что перенес Христос. Страдания Христа заключались в том, что Христос взял весь грех этого мира. Он взял это на себя. И это было намного больнее, чем если человек мог бы там прибить себя как Христу. И знаете, Христос так страдал, что кровь, она вместо пота выходила из креста, из нашего Господа. И это было самое мучительное и самое страшное смерть. И через эту смерть Христос открыл нам путь. Жизнь вечна. Слава Господу. Я хотел бы вас всех поздравить. Поздравить с этим великим праздником. Пожелать вам самого главного, чтобы Христос родился в вашем сердце. Чтобы вот этот маленький младенец, который однажды родился в яслях, в простой кормушке для скота. Давайте Библия говорит, что царь, царь, Господь, Господь слушает. Но как царь мог родиться в кормушке из-под скота? И Бог пришел как простой человек. Он не претендовал ни на что. И Он был рожден вот в этой кормушке от скота. Слава Господу. Я хотел бы прочитать несколько мест священного писания. Евангелие от Руки, 2 глава. С 1 по 3 стих. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверине Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Слава Господу. Слава Господу. Но мы читаем этот текст. Он очень удивительный. Здесь очень много сверхъестественного. И знаете, то, что устроилась перепись, она не была случайной. Бог использовал этот указ для того, чтобы Иосиф и Мария отправились на свою родину. Знаете, где находились Иосиф и Мария? Они находились в Назарете. А Христос должен был родиться где? В Вифлееме. И Вифлеем это город великого царя. Об этом было пророчество. За 700 лет было предсказано, что Христос родится в Вифлеем. Представляете, а они находятся в Назарете. А ей уже нужно рожать. И знаете, что Бог делает? Бог делает перепись. Чтобы этих двух людей переместить из одного города в другой. Представляете? Перепись. И мы видим, что, когда этот указ вышел, срочно, Бог говорит Иосифу и Марии, идите в свой город. Идите туда. И знаете, между Назаретом и Вифлеемом было около 130 километров пути. Но, может быть, сегодня для нас 130 километров это небольшое расстояние. Но я вам хочу сказать, что 130 километров это не маленькое расстояние. Вы знаете, мы вчера были в Хачмазе. Мы сегодня были Хачмазе. Ну, 200 километров до Хачмаза, да? И мы на хорошей машине. 200 километров. Знаете, сколько мы преодолели? Два с половиной часа, где-то три часа. Представляете? А теперь представьте себе такую ситуацию. 130 километров нужно преодолеть на осле. Просто так, на осле. Сколько понадобится времени для того, чтобы это преодолеть? Тем более, когда женщина находится в таком состоянии. Ей уже нужно рожать. И каждое движение в этот момент, оно представляет неудобство. А представьте, это ехать на осле. Пешком это невозможно. Это очень сложно. А на осле. И я вижу, что здесь божественная вмешательность. В Слове Божьем задолго до этого события было все предсказано. И об этом было записано в книге Михея. Там было написано, что ты Вифлеем. Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами. Ты, который, который должен быть владыкой в Израиле. И который происходят из начала одни вечные. И он, как и дождя, он любит. Слава Божьем. Ребя, шикарные. Мы часто говорим, что-то случилось. Мы часто говорим, что-то случилось в нашей жизни. Но знаете, в жизни нет случайностей, я не верю в случайностей, я верю в Божье провидение, и знаете, мне сегодня 55 лет, и Бог все это время вел меня, и знаете, пришло время, когда я уверовал в этого младенца, когда этот младенец родился в моем сердце, когда я пережил эту встречу с Богом, и знаете, я понял, на самом деле, как важно, чтобы в каждом сердце родился этот младенец. И Бог вел меня до 33 лет, ровно в 33 года Христос пришел ко мне, и я благодарен Богу за то, что Бог избрал меня, и я уверен, что Бог избрал и тебя. И Библия говорит нам, кто призовет имя Господне, тот спасется. И знаете, сегодня то время, вот в этот великий праздник, мы можем призвать его и сказать Господь, я прошу тебя, родись в моем сердце, родись в моей жизни. И я уверен, Бог обязательно ответит на твой крик. Знаете, мне вспоминается одна история. История о слепом Вартиме. Знаете, в то время в Израиле было очень много коллег. И это было связано с медициной. Люди по разным причинам становились инвалидами. Какие-то инфекции, болезни различного рода. И много было бедных, убогих людей. И вот был один человек, его звали Вартиме. Знаете, однажды, когда Христос исчез, он был слепым. Он ничего не видел. Но знаете, он слышал. И однажды он услышал, что идет Христос. И знаете, он так кричал. Он сказал, что Иисус, сын Давидов. Иисус, мой сын Давидов. Помилуй меня. Меня мёрхамет. Знаете, Иисус остановился. Знаете, Иисус остановился. Я очень много думал над этим стихом. Я очень много думал над этим стихом. Почему Иисус остановился именно возле него? Иисус, он у меня рядом. Там же было много коллег. Неужели они не нуждались в исцелении? Нуждались. Но крик, этого Вартимея, был самой глубины души. Тогда мы от сердца просим. Бог обязательно остановится. Знаете, Христос остановился. И сказал, подведите его ко мне. И когда его подвели к нему. Знаете, что Христос спросил меня? Он спросил, что ты хочешь? Это тоже вопрос, поверь мне. Я не понимал, почему Христос задает мне логичные вопросы. Но потом Бог открыл меня. Вопрос логичный. Этот вопрос сегодня звучит каждому из нас. Когда Христос приходит, он спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, что ты хочешь? Он был нищим. Он мог бы попросить у него богатство, правда? Он бы хотел бы его снять. Господи! Я Раби! Сделай так, чтобы я ни в чем не нуждался. Я не нуждался. Но он говорит ему. Господи, я хочу видеть хочу. Я хочу видеть. И знаете, все мы с вами в своем роде слепые. И многие вещи мы не видим. И Христос задает нам этот вопрос. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Господи, я хочу видеть. Я хочу видеть. И тогда Христос сказал, поверь, да будет тебе. И он прозрел. И он глазки открыл. Слава Богу. И таких историй в Библии очень много. Очень много. Поэтому Христос родился также в жизни этого человека. И сегодня, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня то время, когда Христос протягивает нам свою руку. Он хочет, чтобы каждый из нас изменил свою жизнь. Знаете, когда ты узнаешь Христа, ты узнаешь, как прекрасно жить. Слава Господу. Поэтому в этот великий праздник, праздник Рождества, это праздник исполнения желаний. Сегодня Христос может исполнить твою желание. Христос пришел, освободить людей от страха. Он обещал дать мир в сердце каждого, кто последует за ним. И Библия говорит нам, что Бог не дал нам духа боязни, но дух силы, любви и целомудрия. Христос родился в этот мир, чтобы исполнить божественную миссию. Миссия заключалась в том, чтобы открыть дверь в небесное царство, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Господу. Господь подарил нам сегодня надежду. Он подарил нам сегодня завтра. Он подарил нам сегодня завтра. Человек живет без надежды. И самое главное, в этой жизни это не купить дом. Это не купить хорошую машину. Самое главное, в этой жизни это иметь надежду. Завтрашний день. Задавал ли ты когда-нибудь себе вопрос? А что будет завтра? Что будет завтра? Мы часто положимся на молодость. Мы часто положимся на своё здоровье. И мы думаем, что жизнь кончается тогда, когда человек становится старым. Я хочу вас разочаровать. Жизнь может закончиться в любой момент. Если мы возьмем просто статистику, мы увидим, что очень много людей умирает в молодом возрасте. Причины разные. И они нечастливые случаи. И они нечастливые случаи. Тысячи проблем. Разных. Еще одна, знаете, я думал об этом, однажды на одной домашней группе мы как-то рассуждали, и я такой вопрос задал, и в нашей речке было всего 5 человек, и когда я это задал, и я получил ответ, я сказал, вы знаете что, по статистике очень много людей умирает во сне, и один человек стал и сказал, я знаю, мой родственник так уже, вот мои соседи так ушли из жизни, красивая, цветущая женщина, сегодня я ее видел, а на следующий день такая вещь, что она легла спать и не проснулась, Вы об этом знали? Вы знаете, что много людей, они умирают во сне, вот почему Бог говорит, ныне день спасения, ныне это не значит сегодня, нет, ныне это значит вот сейчас, потому что сегодня это понятие растяжимое, сегодня это через 5 часов, через 6 часов, но ныне это сейчас, вот как подходил Христос к жизни человеческой жизни, история про распятие нашего Господа, когда Христос исполнил свою миссию, он был распят, и рядом с ним, но они были распяты два разбойника, и они были распяты за дело, заصденые, но Христос страдал... Но я не к этому, я к тому, что на этом кресте разбойник попросил прощения у Господа, ему оставались, может быть, считанные минуты. Я не знаю сколько. Но совсем немножко. И знаете, что он сказал? Господи, когда придешь в свое царство, по мне, обо мне, И знаете, что сказал Христос? Он сказал нет, потому что ты разбойник. Он не сказал, что нет, ты был крест. Нет, потому что ты очень много совершил грехов. Нет, Христос сказал, «Ныне же будешь со мной в раю». Из этой истории мы видим, что Христос готов спасти в самый последний момент. Одна история, несколько лет тому назад, может около 10 лет, одна сестра подошла ко мне и сказала, «Пастер, есть один человек, не может умереть, он завис, он не живой, вроде бы и не мертвый». Я разговаривала с его родственником и сказал, «Можно мы придем помолимся?» Он сказал, «Пожалуйста, когда мы пришли домой, нас проводили к этому человеку, этот человек лежал на постели, без всяких признаков жизни, просто сердце работает и все. Когда мы пришли, вы знаете, что произошло? Этот человек зашевелился. Он повернулся к нам, протянул свою руку вот так, представляете? Я подошел к этому, я подошел к этому, и взял его с руку. Он так сильно схватился за мою руку. Он не знал русского языка. Он русский язык не знал. Я сказал, «Ты женщина, переводите». Я буду говорить слова. Я стал ему говорить, я хотел бы вам рассказать про Иисуса. И значит, что он стал делать? Он всем своим видом стал показывать, что он хочет это услышать. Я сказал, что Христос пришел в этот мир ради вас. Он пришел для того, чтобы простить вам ваши грехи. И он мне говорил всем своим видом, говорите дальше. Я сказал, что если вы попросите прощения у него, Бог простит вас и дарует вам вечную жизнь. И он сказал, что я хочу. Он сказал, что я хочу. И когда мы повели его в молитве, простой молитве, он согласился с нами. Помолились за него. И на его лице такое удовлетворение. Такое присутствие Божье, представляете? И он так успокоился и утешился. И долгое время держал меня, мы минут 20 там стояли. И потом я сказал, брат, мы благословляем тебя. Мы должны идти. И он отпустил нас. И мы пошли. На следующий день он мне сказал, что он ушел в вечность. Слава Богу! Знаете, я являюсь пастором больше 20 лет. Я видел разные ситуации. Я знаю, что человек в таком состоянии начинает видеть другой мир. Он начинает видеть другой мир. И по всей видимости, это последний шанс для таких людей. Последний шанс. Чтобы в последний момент спасти. Это был Божий человек. И Бог еще сделал для того, чтобы он спасся. Слава Господу! Поэтому нету ничего случайного. У Бога есть план для каждого из нас. Слава Господу! Хотел бы вас всех благословить. Пожелать вам всего хорошего. Этот год подошел к танцу. Осталось совсем немножко. Как было сказано, это был нелегкий год. Но он был очень хорошим. Этот год принес очень много перемен в нашу жизнь. Он очень многим вещам научил нас. Он научил нас любить. Он научил нас терпеть. Он научил нас полагаться на Господа. Он научил нас полагаться на Господа. Понимаете? Поэтому все содействует Каблан. Поэтому в преддверии Нового года Хотел бы вам пожелать здоровья всем. Чтобы вы не болели. Чтобы в здоровом теле Прославляли Господа. Чтобы каждый из нас Думал не о себе Или не только о себе Но и о других Мы Как посольство Божье на этой земле Мы не просто здесь Как бы развлекаем друг друга Но у нас есть миссия Рассказать ближнему Рассказать ближнему о спасителе И сегодня Вот в этот день В день Рождества Мы как церковь собрали все вместе Мы как церковь собрали все вместе И знаете, это акт нашей веры Мы верим в то, что наш спаситель придет И что мы представляем его посольство на этой земле И что Каждый из нас В ответе пред Бога За свою жизнь За жизнь твоих близких Рассказать ближнему о спасителе У нас сегодня необычное служение Сегодня Очень интересная Идем Идем Помимо того, что у нас сегодня праздник Такой большой Мы еще его приурочили к тому, чтобы сделать рукоположение Мы с ним дали Сегодня Вы знаете, что Библия говорит нам Посланник Ефесяна Что Он С большой буквы То есть Христос Ставит апостолов Кимини хавари Ставит служителей Кимини хидмятчей Пастырей Для созидания Тела Христова И сегодня мы хотим Тоже передать власть Рукоположить такого человека Мы хотим Рукоположить его пастыра Он сегодня рассказывал, проповедовал, говорил Мы его знаем больше 20 лет И он начинал здесь это служение Когда он начинал служение, я еще не служил Тогда меня еще не было Но он здесь начинал служение Ну так сложилось Что он потом в другом месте трудился А остался здесь я Но сегодня Мы вместе В одной церкви Раславляем нашего Господа Он настоящий пастыр Он настоящий пастыр Он настоящий пастыр Настоящий человек Который на самом деле Любит Господа И очень важно Сегодня благословить нашего брата И передать ему эту власть Чтобы он Был пастыром Был пастыром При свитером Церкви В Баку Где он сегодня ведет Несел труд Я хотел бы прочитать вам одно место Это послание к Титу Где апостол Павел говорит С пятого стиха Первый глава Для того я оставил тебя в Крите Чтобы ты довершил недоконченное И поставил по всем городам при свитеров Как я тебе приказывал Слава Господу Мы видим, что апостол Павел Он как бы дает поставление Титу Он говорит о том, что я приказывал тебе Поставить по всем городам при свитеров Поставить верных людей Поставить тех людей, кто любит Господа Кто готов нести это Евангелие Оставаться верным До конца Проверяй таких И ставь на служение Слава Господу Сегодня этот человек перед нами Мы все знаем его Он очень хороший Он очень хороший Верный человек Человек, который способен Научить других людей Человек, который способен Вести дело до конца Я думаю, что его вся жизнь Она показала это Он не оставил служение Он не оставлял своих людей Он был с ними до конца Это говорит о многом Поэтому Сегодня мы хотели бы Вот так Рукоположить и передать ему духовную власть Как при свитере Как пастора Чтобы он мог Дальше Нести служение И иметь благословение Что это подразумевает? Это подразумевает Передачу власти Библия говорит нам Что Божье царство Это не царство хаоса Библия говорит, что Бог есть Бог порядка И устройство Бог порядка и устройство Знаете До сего момента Мы не могли этого сделать У нас не было такой власти Но сегодня Мы имеем такую власть Для того, чтобы Рукополагать Пресвятеров И мы сегодня В этом нуждаемся И в дальнейшем Мы тоже будем Рукополагать Дай Бог, чтобы Были такие люди Верные Люди готовые Нести это Евангелие Мы будем таких людей Рукополагать И поэтому Сегодня Сейчас Мы Совершим Рукоположение Может быть Из вас Никто Не присутствовал На таком Действии Священном действии Возможно Первый раз Здорово Но это Духовный Момент Физически Вы ничего не увидите Но Духовно Мы передадим Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Я думаю, что Он человек достойный И И Пастор 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 Как у нас Константин И Мы Мы Благословил Благословил Нашего Брата Пусть А сейчас Служители Пусть 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 Мы Будем Его Благословлять Великий Наш Бог Мы Благодарны Тебе Благодарны Тебе Твою милость Мы Благодарим Тебя Господь В этот День День Рождества Отец Мы Рукополагаем Нашего Брата Сам Пресвитера Господь Мы Передаем Сегодня Господь Эту Духовную Власть Благословляем Именем Иисуса Христа Как ты сказал В своем слове Господь Ты сказал В своем слове Господь Поставьте Пресвитеров Отец Господь Помазывай Господь На это Служение Мы Благословляем Его Господь Именем Иисуса Христа Да будет Он Благословен Господь Своим служением Отец Отец Мы Передаем Эту Власть Господь Мы Благословляем Его Господь Сейчас Во всей Болоте Господь Используй его Господь Пусть Пусть Через него Пробуждение Придет Господь Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Господь И пусть Мое имя Прославится Господь Мы молились Во имя Твое Господь И мы хотим Совершить Твою волю Отец Постави Служителя Господь Как Ты Сказал Свою Добудет имя Твое Прославление И Благословен За все Благодарим Тебя Великого Бога Нашего Отца Сына Святого Духа Аминь Славя Господу И Бог благословит Братья и сестры Присядьте Пожалуйста Слава нашему Господу Сейчас произошло очень важное событие Важное событие В жизни служителя И важное событие В жизни церкви Слава Господу Слава Господу Сегодняшнего дня Наш брат Он является пастором Церкви Церкви И прошу его Любить Уважать И ценить Слава Господу Это не просто Мы что-то сделали Это Божье Благословение Это Божье благоволение Это Божье повеление Слава Господу Сделать так Как сказал Господь Иисус Христов Слава Господу И вот здесь Мы хотели бы подарить тебе Подарок Небольшой От всех нас Всех сидящих Здесь Мы хотим тебе подарить Такой подарок Вот этот подарок Я не буду говорить Что это такое Мы его хорошо запаковали Мы его хорошо запаковали Мы его хорошо запаковали Чтобы ты его долго расписывал Пусть дома сам послопишь Пусть Бог благословит Ну и конечно же Божье слово Это самое главное Я не знаю это Что это я хотел Пусть Бог благословит Пусть это все напоминает тебе Об этом важном дне Сегодня Слава Господу Спасибо Мы тебя очень любим Уважаем Дорожим тобой Слава Господу Да конечно Спасибо Благодарю за всех вас Господа Спасибо за вашу поддержку Молитву Спасибо за эту любовь Я вас тоже очень люблю И благословляю именем Иисуса Алиса Спасибо всем Спасибо啦 П Icelandic Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...